Уважаемые коллеги, наша фракция дружно, осмысленно и убежденно будет голосовать в трех чтениях за внесенные президентом законы. Мы будем голосовать прежде всего потому, что идет процесс воссоединения с исторической родиной Крыма и Севастополя. Потому что наша партия народа и для народа и для нас демократическая воля изъявления на референдуме, в котором участвовало практически все население Крыма, является высшей волей и мы обязаны ее узаконить здесь, в нашем федеральном собрании. Мы будем голосовать потому, что для каждого из нас Россия является главной партией, бессильной, умной, хорошо развитой России, на евразийском пространстве в ближайшее время не будет ни мира, ни покоя и любое укрепление нашей страны благотворно скажется на ситуацию в мире, многие в ближайшее время это поймут. Мы будем голосовать потому, что русские оказались самым крупным в мире разделенным народом и воссоединение своей матерью Родиной и развитие русского ядра и русской культуры, русского духа для нас является исключительно важным. Мне очень понравилось выражение президента Путина, когда он сказал, что Крым будет русским, украинским, крымско-татарским, но он никогда не будет бендеровским. Для нас это исключительно важно и мы все сделаем для того, чтобы неонацисты и фашисты не появились на нашей священной земле. Будем голосовать и потому, что восстанавливается историческая справедливость. В мае месяце мы будем вместе отмечать 70-летие освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И даже мысль о том, что бендеровцы, ноонацисты и антисемиты могли появиться в Севастополе и Крыму для каждого из нас неприемлема. Это должно нас еще больше сплачивать в отставлении национально-государственных интересов нашей страны. Я буду лично голосовать, потому что я на примере Константинова, Аксенова и Чалова увидел новую плеяду руководителей, которые переступили перед своей амбицией и соединили усилия, несмотря на то, что принадлежали к разным взглядам и партиям, занимались бизнесом, но направили ее не на вывоз капитала за кордон, а вкладывали в развитие патриотических движений, в развитие патриотического воспитания молодежи, что принципиально важно не только для Крыма и Севастополя, но и для всей современной России. Я хочу сказать, что события в Крыму и на Украине должны быть для нас большим уроком. Ведь Майдан возник не вдруг. Майдан был законный протест против того финансо-экономического курса, который власть проводила все последующие годы. Но этот законный протест оседлали бандеровцы и экстремисты и перевели к власти абсолютно незаконную, власть не способную к нормальному управлению. Только откровенные отморозки и глупые люди могли принять в первый же раз закон, по которому половину населения Украины запрещали говорить на русском родном своем языке или предложили, чтобы надо оказалось вдруг чуть ли не у границ России под Харьков. Но вместе с тем мы должны помнить, что на Украине 5 атомных станций, на Украине 15 атомных реакторов, многие из них изношены. Там 3000 особо опасных производств. Но на Украине есть один из лучших ракетных заводов в Днепропетровске. Сатана, ракета СС-18, это его изделие. Это изделие они в состоянии сегодня изготовить. В Украине есть один из лучших танковых заводов в Харькове, крупнейший металлургический куст Донецкой области. Это единственная область в мире, где 5 крупных металлургических заводов и прекрасно развитая в свое время была наука. И если этот огромный потенциал попадает в руки таких отморозков, которые сегодня там готовы посылать свои боевые отряды в любой регион, то есть для нас не просто неприемлемо, для нас крайне опасно. Поэтому мы не можем оставить Восток на угоду и расправу тех, кто сегодня правит в Киеве, кто захватывает души руководителей телекомпаний, кто берет приступом заводы и чинит там беспредел и насилие. Мы должны возвысить свой голос и обратиться ко всей Европе, что неприемлемо, что такой огромный потенциал Украины попал бы в руки такого рода деятелей. Мы будем голосовать еще и потому, что происходящее на Украине и в Крыму – это огромный урок и для нашей исполнительной власти. Каждый из нас вдруг почувствовал, что без нового курса, без профессионального правительства, без национально мыслящей элиты хочу обратить ваше внимание, что и членов нашего правительства, заместителей, я не видел ни одной оценки ситуации в Крыму и на Украине, которая бы совпадала с той позицией, которую последовательно, энергично и очень решительно проводил президент. Я не слышал поддержки этой линии и со стороны нашей олигархии. Но хочу вам напомнить, из десяти олигархов на Украине девять вкладывали в Майдан и привели к власти вот этих отморозков. Мы будем голосовать еще и для того, чтобы не появлялись у нас в качестве министров снова Сердюковы, а ведь мы давно говорили об этом, не дай бог такой министр оказался в это трудное время у нас бы на этом посту, чтобы не появлялись послы Зурабов, которых мы не видели, не слышали, мы сейчас с удовольствием слышали министра, прекрасные, грамотные, профессиональные ответы. Давайте его поздравим, он недавно исполнился ровно 10 лет, как он на этом сложном посту, уверенно отстаивает интересы России и пожелаем его делать эту работу профессионально и дальше. Я буду голосовать еще и потому, чтобы у нас не было таких министров образования и науки, как Ливанов, которые продолжают корежить и гробить, а без профессиональной, без подготовленных кадров и классной науки мы не сможем конкурировать, тем более нам обещают всевозможные санкции. Мы внесли давно закон о промышленной политике, о поддержке науки, о качественном образовании, о продовольственной программе и продовольственной безопасности. Можно многое говорить против санкций, но мы прекрасно знаем, что каждый второй продовольственный груз поступает в страну из-за кордона. 8 из 10 таблеток иностранного производства. Конечно, сегодня есть возможность отказаться от европейского производства, переключиться на азиатское, техокеанское, но надо думать о своем производстве и максимально его развивать. Мы будем голосовать против и потому, что мы категорически против фашизма, а он сегодня в Европе все громче заявляет о себе. Еще недавно они на Страсберге в Париже судили, пытаясь поставить нашу страну на одну доску с фашистской Германией. Но мы должны помнить, что это питает русофобию, это питает и антисемитизм. И мы должны вместе подумать, что в наших источниках информации больше не было бесконечной череды фильмов, которые поразорят нашу ближайшую историю, а советская история была вершиной достижения русской цивилизации за тысячу лет ее историю. Мы активно будем выступать против либеральной сфоры, более позорного зрелища, чем последние дни, когда под знаменами Бандеры по Москве ходила группа людей, называя себя либералами, и говорящие, что они выражают протест. Они не протест выражали, они плевали всем душу, те, кто отставил Севастополь и Крым, те, кто сражался, те, кто сегодня в душу находятся под пятой вот этих насильников в Киеве, матери городов русских. Поэтому это вопрос принципа. Я бы хотел обратиться к радиостанции «Эхо Москвы». Она в одно время давала возможность изложить другую точку зрения, но сегодня это напоминает «Эхо Вашингтона», а не «Эхо Москвы». Там немало талантливых журналистов, но они не должны плясать под одну дудку, иначе они себя окончательно скомпрометируют. Крайне нужна конкретная помощь Крыму. Мы готовы вместе с другими фракцией сложить свои усилия, показания этой помощи. И думаю, было бы весьма важно, чтобы один из вице-премьеров, который имеет опыт, в том числе координации действий и работы у нас в Сочи, возглавил бы эту работу. Готовы со стороны тех, кто возглавляет наши комитеты, промышленные и производственные комиссии, оказать максимальную помощь. Вот-вот наступит посевная, а там горючего на две недели. Там великолепный должен быть курортный сезон, надо готовить детей в школе, надо дать возможность заниматься и выступать, и так далее. И два слова о санкции. Хочу для Обамы специальный анекдот рассказать. Обама сегодня утром встает и говорит, Женя, полный кошмар, достали меня эти русские, Путин с этим Крымом, я бы им все ноги повыдергал. Он говорит, подожди, ты посмотри на результаты Паралимпиады, они без ног все золото захватили. Я уверен, на нас никакие санкции не подействуют и не страшны. Но у меня есть и личная причина голосовать. У меня отец сражался за Одессу, за Севастополь, там тяжело был ранен, дважды погибал, умирал. Но я спасали русские, украинцы, татары. И мы благодарны, что есть такая священная земля, и будем ее активно поддерживать. Спасибо, Геннадий Андреевич.